Ларва Начав свое служение, Ларвы нес весть Евангелия только жителям своей деревни. Но он понимал, что в близлежащих селах люди также нуждаются спасением. Осознание этого тяготило его сердце, и как только его родная община увеличилась, он решил переехать на новое место. Ларвы сумел быстро познакомиться с жителями деревни, и они стали проявлять интерес к изучению Библии. Этот бамбуковый дом – идеальное место для проведения встреч с небольшими группами заинтересованных людей. На каждом уроке исследуется новая духовная тема, основанием для размышлений служит Библия, а жители села хотят узнать больше и больше. У Ларва есть особый план для тех, кто занят до позднего вечера. Он им помогает. И таким образом у него завязываются с людьми дружеские отношения. Мужчина разъясняет библейские тексты односельчанам, работая вместе с ними. Такое отношение свидетельствует о его убеждениях. Недавно с миссионером произошел несчастный случай. Он поранил глаз во время работы. Но это не помешало ему и дальше делиться Евангелием. Общаясь с людьми, Ларвы следуют примеру, который оставил для нас Иисус, когда жил на земле. Благодаря миссионерской деятельности Ларвы здесь образовалась церковь численностью более чем 45 человек. Они часто встречаются в его доме, чтобы поклоняться Богу и радуются вести спасения, услышанной от Ларвы. Восторг от приобретенной истины выливается во вдохновенном пении хвалебных гимнов. Пожалуйста, молитесь за миссионеров, которые, как и Ларвы, приводят людей к Богу. Спасибо вам за поддержку глобальной миссии. Субтитры подогнал «Симон»